Больше денег. То, что внутри, благодари. Больше денег. Блеск твоих глаз, тепло твоих фраз. Больше денег. Улыбки, что зажигают сердца. Больше денег. Любовь, что внутри, раскрывает творца. Больше денег. Всем привет. Это подкаст «Больше денег». Подкаст о том, что действительно больше денег. О добре, неравнодушии, взаимопомощи, поддержке. А главное, о людях, для которых все это ежедневный труд. Меня зовут Наталья Широкова. Я директор «Оно. Подвиги». И сегодня у нас в гостях Ирина Серебрякова. Мы долго думали, как представить Ирину и сошлись на формулировке «человек про семью». Привет. Ирина, расскажи, пожалуйста, чем сейчас занимаешься, как на самом деле звучат твои должности? Я занимаюсь приемным родительством у нас в регионе. Занимаюсь развитием семейного каворкинга. Это ресурсное пространство для семей. Я пишу грантовые заявки. Это отдельное направление. Это уже не про семью. Ну, хотя в том числе. Ну, вот, наверное, все. Слушай, это три в любом случае огромных отдельных направления. И я знаю тебя много лет как человека-организатора. То есть наверняка, да, наверняка у тебя еще и большая команда. Помимо того, что ты занимаешься всем этим по отдельности, ты еще и организуешь людей, которые тоже этим занимаются. Ну, конечно же, потому что какой-либо проект сделать в одно лицо невозможно. Один в поле не воин. И мы стараемся подбирать специалистов, узконаправленных специалистов, которые работают с нашими семьями и помогают им. Помимо специалистов есть команда административная, которая ежедневно в каворкинге находится и тоже помогает тем, кто приходит к нам, да, и советом, и отношением своим, и, собственно, ведет всю текущую работу. Как ты пришла вообще в это? Почему именно приемное родительство? Ой, это было так давно. Это был шестнадцатый год. И случайно, совершенно случайно мне предложили написать проект. Вот тогда был мой первый написанный проект, грантовый. Совершенно как-то просто вскользь было сказано, и я ухватилась за эту идею. Чем ты тогда занималась? Прости, буду перебивать тебя. Свадьбы. Я была свадебным организатором. Мы делали Бэдланд параллельно и организовывали свадьбы. И в свободное время я что-то там набрасывала, читала, углублялась в эту тему. Ну, потому что просто так сесть и написать грантовую заявку невозможно, нужно вникнуть в тему, погрузиться в нее максимально, да. Я читала какие-то научные статьи, исследования, я смотрела опыт других регионов и с ужасом понимала, что мы настолько отстаем, что у нас нет вообще ничего. Ну, до сих пор, на самом деле, да. Мы только-только начинаем делать первые шаги в развитии приемного родительства в регионе. И она как-то сама собой у нас образовалась, эта заявка. И победила. У меня часто такое бывает. Это моя любимая история. Я что-то отправляешь, и оно побеждает. Это как-то чудом каким-то. Вот. И получается, с 16-17 год мы реализовывали проект для приемных семей. Он был тогда назван «Перемена», и сейчас я все свои проекты называю «Перемена», потому что все родители, для приемных, да, именно, потому что все родители, это уже такой бренд местный, и все родители, которые были там, перекочевали сейчас в наши проекты нынешние, прибавляются новые семьи. И по традиции мы также называемся «Переменой», потому что происходят перемены в жизни, в их жизни реальные. Слушай, вообще ничего не знаю про сообщество, наверняка, да, есть приемных семей Республики Мордовия. Мы сейчас стараемся его организовать. Его не было до того, как я начала заниматься с ними. Насколько вообще много людей в Мордовии хотят стать приемными родителями? Ну вот ты где-нибудь слышала вообще? Вообще нет. Какую-нибудь рекламу, например. Прости. Какую-нибудь, я не знаю, наружную рекламу видела где-нибудь? В газете, в интернете что-нибудь? Вот я тоже с таким же разочарованием, вот так вот машу голову, нет. Понимаешь, для того, чтобы задуматься, хотя бы задуматься об этой теме, нужно о ней узнать. Несколько касаний, да, как в маркезе. Да, да, да. То есть нужно, чтобы эта идея как-то уронилась в голову, зародилась. Люди некоторые даже не подозревают, что так можно. И пока об этом не будут говорить повсеместно, все подряд, вокруг, у нас не будет развито приемное родительство. В основном приемные родители, не все, но подавляющее большинство, это бабушки, дедушки, тети, дяди. Сейчас у нас в регионе, я называю это вынужденное приемное родительство, когда в семье случается какое-то горе. И ребенок теряет своих кровных родителей по каким-то причинам. И, соответственно, его берут родственники. Это же хорошо, что ребенок остается в той же семье, по сути, которая родная. Естественно. Плохо, что происходит, горе. Конечно, конечно. И это в любом случае травма. И не всегда бывает так, что ребенок, ну, бабушки очень сильно участвовали в воспитании ребенка до. И, по сути, чаще всего бывает так, что это чужие тоже люди, тети, дяди. Да, хорошо, что он остается в кровной семье, безусловно, но проблемы там тоже бывают, и их много. Сразу хочется поговорить про Гарри Поттера, который рос у Дурска. Да, да, тоже же тети, дядя. Но видишь, видишь, Дамблдор сделал все так, чтобы кровь тетя Петуни защищала Гарри. Сколько приемных родителей в Мордовии сегодня? Давай прям по фактам. Четких цифр очень сложно получить. Я знаю, что в Саранске где-то около 150 семей. Это, конечно, очень маленькая цифра. Но за каждой семьей это кроется огромная история. То есть пока мы работаем уже с имеющимися приемными семьями и помогаем им выйти из каких-то кризисов внутренних, внутрисемейных, личностных. Помогаем не вернуть ребенка в детский дом. Это частая проблема? Частая, да. Это страшно. Это очень страшно. То есть семья не справляется с воспитанием? Тут очень много накладывается всего. Помимо той травмы, которую ребенок получил из-за потери родного человека, своих близких, накладываются еще очень часто какие-то физические особенности ребенка, ментальные особенности. Накладываются возрастные кризисы. Очень сильно влияют. И когда вот такие вспышки происходят, родители просто не знают, что делать с приемными родителями. Они не готовы к этому. Когда ты кровный родитель своего ребенка, ты примерно понимаешь, что вот сейчас идет такой возраст, нужно вот так подготовиться. А когда к тебе просто вот вчера не было ребенка, а сегодня к тебе привели подростка, и у него вот этот период кризисный. И он бунтует, что полагается ему по возрасту? Да, да, да. Родитель не готов к этому. Родителя шок просто. Особенно если это бабушки и дедушки, тут еще возрастное вот это вот различие сильное, диапазон возраста. Они жили в другие эпохи. И сейчас полное идет непонимание. У нас есть клуб. Клуб приемных родителей. Раз в неделю к нам приходят родители с психологом. Психолог занимается в этом клубе. Я подслушиваю иногда, что они там говорят. И вот на прошлом занятии, на прошлой встрече они говорили, что это вот сейчас это наше свободное время. Сейчас вот сейчас здесь мы отдыхаем. Сейчас вот здесь нам хорошо, нам комфортно и безопасно. Вот здесь в клубе. Слушай, но это не звучит как реклама приемного родительства. Значит, там вот ты выходишь за порог, и там мы работаем, мы впахиваем. Нам сложно. Я не хочу делать иллюзорную картинку. Это сложно. Это сложно, это проблемы. Но, с другой стороны, это счастье и это дети. Когда ты ждешь ребенка своего 9 месяцев, тебе просто? Непросто. Часто непросто. Потом он рождается. Рождается как? Через боль. Потом идет вот этот период нянчения, небесонных ночей. Мы все, кровные родители, через это проходим. Но это для нас представляется как должное. А приемный родитель не проходит. Он проходит через другие испытания. Вот надо через них пройти для того, чтобы потом образовалась любовь. Это называется вторичная привязанность на языке приемного родительства. У ребенка была привязанность к родному родителю. Сейчас он формирует эту привязанность к приемному родителю. Это вторая привязанность. Если вот все срослось, если пережили вот эти кризисы, это будет очень сильная сцепка. И это будет огромное счастье. И дети делали фотосессии мы для приемных. Да, тоже парадокс. Есть теми, у которых нет совместных фотографий, например, с детьми, с приемными. Делали фотосессии для них. Дети говорят, ну, мы же общаемся тоже с детьми. Они говорят, мы уже любим. Мы уже приняли. Вот это уже, оно все-таки в речи звучит. Но вот этот вот переломный момент, он прошел, и семья образовалась. И когда ты уже не можешь без этого ребенка, а ребенок не может без тебя, значит, все срослось. Все сложилось. И к этому, для этого нужно пережить часто какие-то сложности. Чаще приходят люди с запросом на младенца, на ребенка какого-то возраста. Есть ли там, я не знаю, какие-то вот эти вот списки, да? Хочу, чтобы была девочка, блондинка. Вот в таком возрасте. Или же человек, который уже дозрел до приемного родительства, он приходит за любовью, и ему не важно, какой ребенок. Как по твоему опыту? Вот это зрелое решение, это правильно сказала, да? Когда ты приходишь, в принципе, с желанием изменить жизнь ребенка и подарить свою любовь. Ты понимаешь, что у тебя есть ресурсы, и ты хочешь эти ресурсы отдать. Это зрелое решение. Я считаю, незрелое решение, это когда ты теряешь, например, ребенка и ищешь замену в приемном родительстве. Абсолютно нельзя таким родителям давать детей, потому что это замена. Истории, когда вот мне, чтобы был похож на меня, это тоже незрелая история. Так тоже нельзя. Нам только вот такого пола, чтобы были глазки, носик вот такой и блондинчик. И еще, чтобы кудрявились волосы, как у ангелочек. Так нельзя. Запрос на младенцев частый вообще, в принципе, он везде, в принципе, частый, потому что семьи, у которых не получается иметь детей, они часто обращаются, да? Но здесь уже не про приемное родительство, а про усыновление. И статистики тоже никто никакой не даст, потому что есть тайна усыновления, и мы не можем сказать, сколько детей берут таким образом, да? Где берут, как берут. Знаю, что это сложно. Детей новорожденных мало, в принципе. Отказников. Да, отказников новорожденных здоровых. Новорожденных с какими-то отклонениями, конечно, взять можно, но к этому надо быть готовыми. Потому что вы столкнетесь, потому что там генетика, например, непонятная. И что вообще будет с этим ребенком? Непонятно. В новорожденном, да, возрасте. С отклонениями, более прозрачная история, когда уже... Диагноз поставлен. Да, во-первых, диагноз есть, а во-вторых, ну, ты, по крайней мере, видишь, с чем тебе надо будет работать. Согласен ты с этим или нет работать, да? Все карты уже на столе. Да, да, взвешиваешь свои возможности. Больше денег. Слушай, надо было, наверное, начать с этого вопроса. Чем отличается приемное родительство от усыновления? Ну, усыновление — это твой ребенок. Все. То есть это как бы ты его родил. Но на самом деле генетически нет, по всей документации — да. Об этом никто не знает, но если ты сам не распространяешься... Ну, и если ребенок взрослый, он уже понимает, что... Ну, а как он может понимать, если ему никто об этом не говорил никогда? Не, ну подожди, мы же не обязательно усыновляем только младенцев. Мы же можем усыновить взрослого ребенка. А, ну можно, да. А, ты имеешь в виду, если взрослого усыновляют. Это очень редкая история. Потому что у приемных детей, у детей-сирот, у детей, оставшихся без попечения родителей, есть определенные льготы. И усыновляя ребенка, мы его лишаем этих льгот. То есть он официально становится не сиротой. У него официально теперь есть родители. Не опекуны и попечители, а родители. А так дети у нас, сироты, претендуют на квартиры. У них есть определенные льготы по выплатам, по пенсиям. Ну, в общем, такие плюшки, если это можно сказать, которых, ну, нелогично лишать. Поэтому, когда берут в семью, то, скорее всего, это новорожденный или прям совсем-совсем маленький ребенок. А вот история с приемным родительством. То есть ты не отец, не мать. Ты опекун или попечитель? Да, ты опекун, приемный родитель. Именно поэтому, наверное, прости, я не знакома со статистикой на самом деле, поэтому сейчас классическое журналистское обобщение, да? Люди возвращают детей обратно, потому что нет вот этого статуса какого-то родителя. Что? Ну, опекун, опекун. Но когда ты усыновляешь, конечно, есть определенная нагрузка такая эмоциональная и обязательства, да? То есть вернуть ребенка усыновленного можно только через лишение родительских прав. А это долго и сложно. Да, это суд. Вернуть приемного ребенка проще, конечно, да. Но мы боремся с этим. Мы стараемся избежать таких ситуаций. Поэтому нужно вообще, в принципе, образование приемных родителей до... Качественное образование приемных родителей до того, как они принимают решение взять ребенка в семью. Ну, по-хорошему, да, образование нужно любым родителям, не только приемным, но и кровным. По-хорошему, да. Но приемным особенно, потому что кровный, ты его любишь априори. Это как данность. Ты можешь ухаживать за приемным ребенком, но вот внутри, пока вот не отзовется, да, очень сложно сформировать вот эту вторичную привязанность, пока сам не полюбишь. У ребенка наверняка есть вот этот период адаптации, когда он проверяет своего взрослого на прочность. И если взрослый проходит эту проверку, то ребенок может сказать, я уже люблю. Есть ли какие-то... Нет, это не классический сценарий, да. Не хочу пугать говорить о том, что если вы возьмете ребенка, через неделю у вас начнутся истерьки, у вас и у ребенка тоже, да. Это тоже зависит от генетики, от воспитания предварительного, да, насколько долго он провел в интернатном учреждении, как его воспитывали до этого, да, какое он воспитание видел, а воспитывали ли его вообще, может быть, на него наплевали кровные в своей семье, да, и было абсолютно асоциальное поведение, а здесь он приходит, к нему выставляют требования определенные, потому что ты пришел в новую семью, вот мы живем по таким-таким-таким установкам. Естественно, у него неприятие, он много лет видел другую картинку, а сейчас вот от него требуют вот так, как ему существовать, ему нужно как-то, да. Вот это вот пространство сначала освоить, и они осваивают это пространство все по-разному, для них же это огромный стресс. Для нас, для взрослых людей, с нормальной психикой уже устоявшейся, да, когда мы, я не знаю, едем в какое-то другое место, все равно стресс, знакомимся с другими людьми, попадаем в другую обстановку, стресс, переехать просто в другой город жить, в другую квартиру, это же огромный стресс тоже для взрослого человека. А давайте представим ребенка маленького, у которого психика не устоявшаяся, и у которого очень-очень-очень непростая жизнь была ранее. Поэтому каждая история, каждая история — это история. Вот как вы про подвиги рассказываете, разные истории, вот так же про каждую семью можно рассказать. По большому счету это и есть подвиги тоже. Маленькие. Безусловно. Небольшие, но они меняют жизнь маленьких людей. И эти маленькие люди потом становятся большими, взрослыми, облюбленными и сильными, да, и которые тоже готовы дарить свою любовь другим людям. Очень часто бывает, что приемные... Все, у нас с тобой уже обеи глаза на мокром месте, остановись. Но приемные, например, дети тоже берут приемных детей себе потом в своей жизни, да, во взрослой. Это очень такая хорошая тенденция, я считаю. Есть ли какие-то критерии, которые выдвигаются к приемным родителям, что ты можешь стать опекуном для ребенка только в том случае, если ты... Ну да, есть список определенный. То есть там осужденных нельзя по каким-то определенным статьям, не должно быть определенных заболеваний. Список, он конечный, установленный, его можно найти в интернете совершенно спокойно. Основной критерий – это прохождение, конечно, обучения приемному родительству. Родительству, в принципе, да, в школе приемного родителя. Прошу прощения за тавтологию. У нас обучение очень формализованное. Ну, для калочки, что называется. Прослушали курсы первой помощи. До свидания. До свидания, да. Лекции послушали. Проводила я опрос на приемных родителях, которые проходили в разные года эту школу приемных родителей. Но результаты неутешающие. То есть у нас в Саранске есть какая-то вот эта государственная программа, которая обучает потенциальных приемных родителей в школе? Ну, она не совсем государственная. Ее, в принципе, может открыть любая некоммерческая организация или муниципальное учреждение. Там нужно установить программу и по этой программе обучать родителей. Утвержденные кем-то там. Да, утвержденные. Заключить договор с департаментом по социальной политике, что они будут направлять. И для них существенно тот документ, который выдается по прохождению школы. И, собственно, все. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что обучение очень-очень-очень слабое. И, ну, по факту ты послушал там 10 лекций, ну, сколько ты часов выслушал, и все. И ты готов. Отлично. Иди в мир, в жизнь. Но это не так делается абсолютно. У меня сейчас есть идея о том, чтобы что-то альтернативное сделать. Пусть они учатся там, но те, кто чувствует, что нет, нам нужно больше, могут прийти. Чтобы у них была альтернатива посещения. Чем конкретно занимается твой проект или вот ряд проектов, которые ты делаешь под общим кодовым названием Перемена? Перемена. Мы занимаемся приемным родительством. Единственная организация у нас в регионе, которая хоть как-то пытается осветить эту тему теми ресурсами, которые у нас есть. Ты прекрасно понимаешь, что для некоммерческой организации не все подвластно. Иногда, когда мы приходим, например, в какие-то государственные учреждения и говорим, что нам нужно вот то-то, то-то, нам показывают на дверь. Иногда содействуют хорошо. С некоторыми учреждениями мы выстроили коммуникацию, но не со всеми. Мы занимаемся, да, у нас есть клуб приемных родителей. Я считаю, что это очень большое достижение для нашего, для города, да, потому что нельзя говорить, наверное, регион, потому что у нас городские только ходят, из районов не ездят сюда. Ну, тяжело. Раз в неделю встречаются, и то, что они приходят, это показатель того, что им это надо. Ну, потому что можно один раз загнать и там пригласить через органы опеки, например, да, они послушаются, конечно, придут, а то, что есть возвращаемость, вот для меня это показатель. Они один раз пришли, увидели, как это все происходит, им понравилось, и они чувствуют себя в безопасности здесь. Что происходит в клубе помимо встреч с психологом, обсуждения каких-то ситуаций? Они дружат, понимаешь, они дружат. Для них их никто не упрекает, не осуждает. Все друг друга понимают, потому что они все находятся в одинаковой ситуации. Приемных родителей не так много, как мы с тобой уже, да, обсудили приемных семей. И, например, на работе вряд ли бы ты встретил подобного себе, да, тоже приемного родителя. Это очень маленькая вероятность. А здесь они все сконцентрированы. И у них повторяющиеся ситуации. И они говорят, ага, а я вот так делаю, а я вот так делаю в этой ситуации. И они понимают, какая, например, модель поведения более продуктивна. То есть это такая встреча про чай, про беседу? Да, да, да. В такой уютной обстановке у нас в каворкинге они приходят, они уже знают это место, они себя чувствуют здесь в безопасности. И психолог это все очень аккуратненько так у нас координирует. Приходят только родители или дети тоже? Родители. Это родительский клуб. Детям это нечего делать, потому что разговаривают про них. И обсуждают их. Так, перемыть косточки немножко детям. И это тоже нужно. А где еще выговориться? Вот где? Просто она к своей подружке не пойдет рассказывать про то, что происходит у них в семье с приемным ребенком. Потому что нужно понимание контекста. Да, да, да. Потому что подружка не поймет просто, да. Она не будет воспринимать. Она будет давать какие-то советы. Со своей колокольни. Да. А здесь они все в одном контексте. Поэтому для них это очень важно. Помимо этого мы проводим различные арт-терапии. Уже дети и родители вместе. То есть не то, что родитель привел ребенка, и мы с ребенком занимаемся творчеством. Родитель садится, ребенок садится, и они делают совместную какую-то историю, поделку, рисунок, куклу народную. Вот у нас скоро будет куклотерапия. Народные куклы будут руками своими изготавливать. Творчеством мы с ними занимаемся. У нас есть ежегодный лагерь. Мы выезжаем с ними летом в Солнечную Мордовию, на нашу базу, в Макаровку. И там три дня полного погружения в семейную историю. Они выезжают семьями. Ну, родители, ребенок. Там и творчество, и спорт, и психологические истории, и просто досуг, развлекаловки, дискотеки. И родители в восторге, и дети в восторге просто. Для родителей, они говорят, мы как будто в отпуске побывали за эти три дня, за выходные просто. Вот такая у нас есть история взаимодействия. И после лагеря очень просто их взять и начать с ними что-то. Они такие тепленькие, готовые. Заряженные. Мы сразу их подхватываем и начинаем с ними работать, работать, работать. Это получается очень продуктивно, эффективно получается. Мы сразу видим какие-то результаты. Первый раз мы съездили в лагерь в 21-м году. Часть родителей повторилась вот этим летом. Абсолютно другая картинка. Ты представляешь, вот мы год проработали с приемными родителями и детьми. И они вернулись в лагерь. Мы видим абсолютно другие семьи. Мы были в шоке. И вот после этого у меня был такой заряд, что я думаю, я иду в правильном направлении. Я делаю то, что помогает, то, что нужно. Работает. Да, да. Потому что когда ты, ну, вроде ты там делаешь, делаешь, какую-то работу ведёшь, 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 а результаты как такового... Как у многих в некоммерческом секторе. Из-за этого происходит выгорание. Нет, оно всё текущее, текущее, да. И тут ты бац, и ты видишь, что они вот были такие ощетиненные. Они не воспринимали вообще, когда к ним подходишь и что-то. А тут они подходят, обнимаются. У них уже тактильная началась вот эта вот история. Они улыбаются, они сами коммуницируют друг с другом. Вот это того стоит. Когда я это увидела, я поняла, что да, этим нужно дальше заниматься. Всем БНКОшникам так раз однажды иметь возможность посмотреть на результаты своей работы. Желаю. В каком-то выраженном виде. Это грантовая всё история, да? Да, это исключительно грантовая история. Мы сейчас пытаемся как-то... Как это сказать? Слезть с грантовой иглой. Да, да, да. И это на самом деле игла. И это неправильно. Вот мы сейчас пытаемся как-то выстроить стратегию дальнейшего из своей работы для того, чтобы, если вдруг мы не выиграем и не получим финансирование, чтобы не закрылась эта история, по крайней мере, вот с приёмным родительством, потому что она экстренно нужна нашему региону, потому что больше никто этого не делает. Переключимся на фразу, которую ты принесла у нас в каворкинге. Расскажи, пожалуйста, про каворкинг. Каворкинг — это ресурсное пространство для родителей, для семей. Мы называемся семейный каворкинг. В основном это мамы и дети, потому что папы у нас работают. Мамы тоже работают теперь только в каворкинге. В общем, история такая, что я была в декрете, и мне было скучно. Вот отличная история. Вот это жара пошла. Мне было скучно, и я такая думаю, надо что-то придумать. Как обычно, Элина спокойно не живёт. Мы собрали мамочек наших. Можно говорить мамочки? Не знаю, меня не бесит. Не бесит. Всё, ладно, значит, можно. Я мамочка, мне норм. Я знаю людей, которые говорят, мамочки, мамы, мастери. Значит, назовем мамочки. Мы собрались с мамочками в декрете и начали заниматься йогой. Просто, да, с детьми. Ну, потому что нет возможности где-то ещё заниматься с детьми йогой. Ну, только дома перед телевизором, а так что, ну, перед экраном, да. А так, чтобы куда-то выйти, и когда по тебе ползают дети, и это никого не бесит вокруг. В основном вокруг. Да, да, да. Ну, понятно, что ты-то готов к тому, что по тебе будет лазить ребёнок. Тут собрались все, по всем лазят дети, чужие, свои. Потом начались какие-то творческие истории тоже с детьми, и такая вот зародилась тенденция, сообщество. Зародилось сообщество материнское. А потом случилось так, что закончился декрет у всех. Резко. Ну, все же примерно, да, в одном, да. То есть три года прошло, и все вышли на работу. И такая, и тишина. Никто, никто ничего не делает. Никакой активности нет. Я думаю, надо... Пойти во второй декрет. Нет. Я думаю, стоит ли реанимировать дохлую лошадь? Или, ну, как бы, ну, умерло оно и умерло. Я попыталась. Думаю, ну, надо не вот... Но только не в таком формате. Нужно более подойти к этому с профессиональной точки зрения. И открываю некоммерческую организацию. Просто в один вечер. В один вечер я села с знакомой юристом. Говорит, давай устав. Давай. И написали устав. У нас был прошлый гость, который говорит, ну, мне три года. Пытаемся. Пытаемся, да? Что-то сделать. Поэтому, да. Поэтому твой рассказ особенно контрастен. Ты пришли этому гостю. Запись на эту. За вечер написали устав. Вот, за вечер написали устав. А какая у нас там... Чем ты будешь заниматься? Ну, я буду вот этим заняться, вот этим. Ну, буквально вот... Она просто печатала с моих слов, чем мы будем заниматься, как эти виды деятельности называются. Там на следующий день мы отнесли в Минюст. Буквально там через неделю-две нам прислали... Мне начали звонить с банков. Я такая, что происходит? Почему мне предлагают расчетный счет? Я уже забыла о том, что мы подали документы в Минюст. Мне начинают звонить с банков. И у меня тут нейронные связи сработали. Я понимаю, что некоммерческая организация зарегистрирована. И такая, и сидишь, и думаешь, так, а что дальше? Непонятно. Через какое-то время, буквально там через... Ну, полгода надо просто существовать, да? А через полгода я звоню знакомой, у которой... Которая работает с некоммерческим сектором. И Анну Солдатову я еще тогда не знала. Говорю, что делать? Что делать? Что делать? Теперь жить. А она говорит, ну вот проекты, гранты. Скинула мне ссылку. Я написала. Два. За вечер? Оба выиграла. Нет, не за вечер. Вот первый грант у меня был. Я просмотрела в фонде президентских грантов все обучения. Все вот эти вот видео их, да, советы. Перечитала всю. И я, причем, я смотрела вот это видео обучения. Там в конце они дают домашние задания. Я как истинная отличница выполняла все домашние задания. И когда я все это выполнила, у меня по большому счету был такой накиданный. Я вот чуть-чуть подкорректировала его, и получилась заявка. И она выиграла. Параллельно я еще по экологии писала другой организации заявку тоже по тому же принципу. То есть я смотрю и делаю на себя и на них. И оба выиграли. Я такая, блин. И дальше вопрос, а теперь что делать? Но этот грант был у меня на приемных семей. Как раз вот лагерь. Лагерь первый раз мы поехали. А потом случился каворкинг, собственно. То есть эта история была такая долгая, с декрета начиная. Она трансформировалась. И логическим вот этим вот завершением, хотя, наверное, еще пока не завершением, да, логической ступенью. Продолжением. Стал семейный каворкинг. Это то место, в которое мамы могут приходить с детьми, да, как изначально мы хотели, чтобы находиться с детьми в одном пространстве, но при этом-то могут заниматься своими делами. Они приходят с компьютерами, садятся, работают. Ребенок в соседнем кабинете занимается с педагогом. У него там миллион просто игрушек. Ни у кого из нас в нашем детстве столько игрушек не было. И ни у кого из наших детей тоже столько игрушек нет. Вот. Они все по системе Монте-Сори. Деревянные, безопасные, красивые, обучающие. То есть это не просто игрушки, а которые несут в себе определенный обучающий или развивающий эффект. Вот. И детям хорошо, и родителям хорошо. Помимо этого мы проводим большое количество различных обучающих с историей сами. То есть днем у нас работает каворкинг, а вечером у нас обучающие истории. Вот, например, сейчас у нас со следующей недели стартует профориентация для мам. Наше обучение, наши специалисты – это не для корочки сразу. То есть когда приходят учиться, мы говорим, вы никакого документа не получите. Вы получите знания. Вы получите инструменты, механизмы. Вы получите какой-то моральный и психологический эффект. Навык. Навык, да. Я считаю, что в нашем, в современном мире это важнее, чем наличие документа, бумажки. Потому что, по большому счету, они выходят готовые к тому, чтобы брать какие-то, ну, хотя бы элементарные заказы. Ну, это не в профориентации. Профориентация – это для того, чтобы вытащить. В основном приходят мамы в декрете у них же в этот момент. У всех, мне кажется, такой вопрос – возвращаться или нет после трех лет. Вот. А у многих мам так… Начинается депрессия, потому что они не хотят возвращаться. И вот мы даем им возможность понять, что они могут, какие у них есть таланты, как эти таланты применить. О каких, например, профессиях идет речь? Слушай, я таких профессий даже не знаю. Там, например, человек, который ухаживает за домашними цветами, приходит в другие квартиры, а я думаю, а мне такой нужен. У меня кактусы мырут. У меня тоже все умерли. Поэтому. А когда смотришь, глазу приятно, когда дома вот это вот все растет, и ты понимаешь еще, как это сколько раз в день поливать. И есть человек, который, да, ходит, например, по квартирам и правильно высаживает цветы, чтобы они, например, вот в этот месяц этот цветок цветет, потом он завидает, а зато начинает цвести вот этот цветок. И то есть красиво всегда, понимаешь? Ну, то есть вот такие профессии есть. Может, надо было уйти в декрет и освоить эту профессию? Звучит как что-то вау. Я не помню, как они называются какими-то инопланетными словами. Ну, в общем-то… Flower helper. Да. Flower helper. Home stager. И иногда, а я всегда подслушиваю, да, ну, я же не прохожу эти курсы, я их организую, но у меня всегда дверь открытая из кабинета, из моего, я слышу все, что происходит в каворкинге. И они, например, маму начинают плакать. Ну, то есть вот она рассказывает, 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 какой у нее нераскрытый потенциал, сколько она всего может сделать и не понимает, как это сделать, а как еще на этом деньги можно заработать. И парадокс, что там после трех-четырех встреч у нее такая система, что я делаю вот такие-такие-такие-такие-такие-то шаги, и все становится на свои места. И, например, это же второй уже проект на семейный каворкинг. Когда мы первый проект делали, полгода у нас была профориентация, а потом всякие обучения и психологические встречи, и потом типа выпускного. И мама приходит, подходит и начинает со мной разговаривать. И там, я не знаю, я только секунд, наверное, через 20 поняла, кто со мной говорит. То есть какая она пришла изначально, замученная, замыленная, я не знаю, убитая в своих проблемах, абсолютно нераскрытая. И потом на последнее мероприятие, какая она пришла, я ее даже не узнала. Какие у нее разговоры, какие у нее мечты. Она устроилась на работу, на которую хотела устроиться. Она не будет возвращаться на свою работу, которая официально, после декрета. Она красива, она хорошо одета, она поменяла прическу, с макияжем она. И ты такой думаешь, круто, а это работает, оказывается. А вот когда ты так помогаешь, ты такой думаешь, да, я в том направлении иду, я уже повторяюсь. Это же здорово, что ты по всем фронтам идешь по тем направлениям. Очень клево. Кто эти люди, которые, во-первых, умеют в профориентацию, во-вторых, умеют научить такой профессии, про которую мы сейчас даже ничего и не знаем? Я работаю с Ириной Вагановой, она HR, очень много лет. И она для себя просто обучалась на профориентацию. У нее трехмодульная программа. То есть в первом модуле они определяют, какие, в принципе, есть таланты или что хочет человек в себе развить. Второй модуль они начинают искать, где это применить можно, их таланты. Просто таланты. Я пою, вот где я могу это применить. Ну, кроме как в душе, например, да? Вот. А в третьем модуле они разбирают, как это монетизировать. Угу. Вот. Такая история. Слушай, это очень интересно. В конце ты реально понимаешь, как ты можешь на своих талантах заработать. Ну, а дальше уже момент мотивации. Пойдешь ты дальше или ты уберешь эти листочки в стол. Как всегда. Да. И ничего в твоей жизни не изменится. Ну, вот есть люди мотивированные, которым это реально помогает. Дальше мы... Кто может к вам прийти на вот такие мероприятия? Все. Любая мама. Любая, не обязательно декретница. Просто мама, которой это нужно. Которая чувствует, что, ага, вот эта тема мне зайдет. Я хочу вот в этом направлении развиваться. Помимо у нас профориентации куча, просто всяких тренингов, мастер-классов, лекций, обучений. Вот сейчас у меня, например, обучаются... Вот конкретно прям вот сейчас обучаются мамы на бровиста. Будут оформлять брови. Кто-то для себя, да? Кто-то пойдет и устроится. Очень прибыльно, между прочим. Да, да, да. Или откроют свой кабинет какой-нибудь. Я периодически думаю, что как-то не туда я свернула. Нет, нет, все туда, все хорошо. Брови и ногти — это тема, девочки. Записываемся на ноготачки. Посмотрели мы на свои ногти без маникюра. Обрали. Убрали со стола. Вот. Потом следующий у нас, например, курс по макияжу. Ну, в общем, вся вот эта история по красоте, которую можно монетизировать тоже. При этом дети, они тусуются где-то там сняли педагогом. Нет, в этом случае у нас они выезжают не в каворкинг, а выезжают в студию красоты, потому что, ну, у нас места не приспособлены для такого обучения. Отработки. Да, отработка нужна. К нам приезжают вот таким образом, будут приезжать, например, таргетологи. Будем учить удаленным профессиям. Знаю, например, уже пять потоков выпустили таргетологов. Кто-то для себя, ну, идет, у него есть свой действующий бизнес, ему нужно уметь настраивать рекламу. А есть девочки, которые после этого курса... Настраиваются в некоторых... Взяли себе заказы, взяли себе заказы. Кто-то, например, сммл, а теперь еще берет и на таргет. Вот, то есть дополнительные, дополнительные даем возможности заработать. Больше денег! Это тоже все грантовая история. Изначально вы выиграли грант на аренду помещения, верно? Мы выиграли грант на аренду помещения, но потом случилось Титова 21, там, где у нас каворкинг. И это у нас бесплатная аренда от города. Но оно было убитое, и мы все деньги, которые у нас были заложены на аренду, потратили на ремонт. По согласованию с фондом? Конечно, естественно, естественно. Будьте внимательны и осторожны. Мы писали много писем, согласовывали, и не с первого раза, кстати говоря, согласовали. И я такая... У меня прям очень сильный мандраж был по этому поводу. Потому что... Ну, страшно. Я уже взяла, я подписала договор с городом о том, что у нас безвозмездная аренда. А если сейчас фонд не согласует изменению бюджета, нужно же доказать, да, как дальше делать. Но согласовали в итоге. Я прислала все там документы, которые они просили, договоры, фотографии пространства, что нам действительно нужен ремонт. Прости, пожалуйста, я чуть-чуть заострюсь на этом, потому что наш следующий гость, человек, который самостоятельно платит аренду за свое помещение, при этом мог бы наверняка получить также пространство безвозмездное от города. Как это сделать? Мы все-таки заточены, да, для НКО, в первую очередь. Расскажи, пожалуйста, про свой... Ну, это такой определенный квест. Нужно запастись терпением и успокоительными. На самом деле есть отдел по недвижимости. Ты приходишь в этот отдел администрации городского округа Саранск, говорю, покажите мне, пожалуйста, какие у вас есть пространства для аренды. У них есть бесплатное, ну, не бесплатное, а что-то из разряда... При этом нужно входить в рейтинг, не в рейтинг, простите, в список с ОНКО. Да, да. Я не говорила про оно, я не говорила про то, что мне бесплатно надо. Я просто говорю, покажите мне, пожалуйста, помещение. Ну, тут же тоже есть критерии, там, по размеру помещения, по тому, где оно должно находиться. Для нас это принципиальный центр был, потому что люди должны приезжать каким-то образом, наличие остановок рядом. И ничего не подошло. Ну, не может такого быть. Вот что вы серьёзно? Муниципальная недвижимость, реестров из 30 помещений. Всё. Я залезла на сайт администрации городского округа Саранск. Я не знаю где, ни за что в жизни сейчас не найду, откуда я взяла этот документ. Так всегда и бывает. Да, но как-то он мне вылез. Я скончала документ, и там, ну, 10... Я закончила на 10 тысячах помещений. Там всё. Там подвалы, там, я не знаю, гаражи, эти будки какие-то, которые электричество дают, как они называются. Вот. Там всё. В общем, ты просто забиваешь. И я недели две сидела и просто забивала, брала оттуда адрес, а там непонятно что, там просто адрес и количество метров. Брала адрес, забивала его в картах и смотрела, что это такое. Вот. И у нас вышла Титова 21, меня устроила. И всё. И дальше я начала просто ходить по администрациям, писать письма о главе региона, главе города. Тултаев ещё на тот момент был. Да. Тут такая волокита. Наверное, месяца полтора мы всю эту историю делали. И всё же сейчас помещение у вас в безвозмездной аренде. В безвозмездной аренде. 200 квадратов, да. Мы платим только коммуналку. Каждый раз мы приходим с гостем к одной очень важной мысли, что некоммерческая история это всегда про комьюнити. Да, абсолютно. Это всегда про сообщество. Ну, а некоммерческий сектор, он создаётся для людей. Ну, в основном, да. Мы, например, экологические организации, они там могут быть про животных и там про природу. Но, тем не менее, опосредованно всё равно. Тоже, да, через людей, да. Но в основном, да, в основном это для людей делается. Это социальные, мы же социально ориентированные некоммерческие организации. Общество — это, в первую очередь, то, для чего и для кого мы существуем. Но при этом даже больше я хочу подчеркнуть, что комьюнити в стане организаторов, что всегда это команда, которая готова вкладываться временем, силами, собственными средствами наверняка. Наверняка ремонт в 200 квадратов. Естественно, конечно. Без команды невозможно. При этом почему-то мы это не проговорили, как будто это подразумевается, но я думаю, важно это сказать, что и для мам, которые приходят в каворкинг, и для ваших приёмных семей, которые проходят у вас обучение и занятия, всё это бесплатно. Бесплатно, естественно, конечно. Мы ни за что деньги не берём. Да, это всё в рамках реализации социальных проектов, на которые получено финансирование и работа специалистов, и аренда, собственно, пространства. Она вся оплачивается из федерального бюджета. Скажи, пожалуйста, что ты нам принесла? Я принесла тоже один из продуктов своих грантов. Это настольная игра. Она называется «Стану взрослым». Класс. Она была сделана в рамках гранта одноимённого «Стану взрослым», который был ориентирован на профориентацию и на обучение детей взрослой жизни, детей-сироты, детей, оставшихся без причины родителей, которые воспитываются в интернатных учреждениях. Но мы захватили ещё и приёмных детей, и постинтернат тоже с ними проводили занятия и играли с ними. Вот такая игра, которая даёт возможность детям вместе с родителями или детям просто детям в обществе детей в игровой форме, игровыми механиками узнать ответы на вопросы из взрослой жизни, начиная от состава винегрета, заканчивая сложными юридическими моментами. Там игровое поле. Я уверена, что сейчас назову состав винегрета. Ну ладно, наверное, назову. Там игровое поле, 80 вопросов на 40 карточках, фишки. Да, я уже кратко прочитала, что вот ты можешь определять цвет и начинаешь ходить по игровому полю. Первый, кто достигает ячейки финиш, ты выиграл. Всё как во взрослой жизни. Да, да. Элина, и всем гостям мы задаем ещё один вопрос. Что для тебя больше денег? Время. Время — это самый ценный наш ресурс. И время больше денег. Время, которое мы тратим на этих людей, на хорошее отношение, хорошие поступки, добрые поступки. Время, которое ты можешь подарить кому-то или какому-то делу. Вот это, наверное, самое ценное, что у нас есть. Класс. Так, Элина, а мы в свою очередь дарим тебе от предыдущего гостя уникальный подарок, таких нам ещё не приносили. Это издание Александра Сергеевича Пушкина 1938 года. Ничего себе! Откуда? Откуда, казалось бы, да? Обалдеть. Это на самом деле не всё. Понимаешь, насколько это филологово? Такой мешок. Это ничего себе! Да, конечно, что я тебе под столом аккуратно передам. Да, собственно, Наталья Меркулова из проекта «Пять жизней», который, я думаю, всем хорошо знаком в Мордовии. Она спасла эти книги на заводе по переработке макулатуры, когда приехала сдавать туда книжки, которые, собственно, ей перенесли на макулатуру жители республики. А ты тоже нюхаешь книги? Конечно. Вот так вот открываешь и... Корешок прям. Да-да-да. Давай немножко, да, филологического... Спасибо. Филологикал порн. Это потрясающе. Наташа говорит, что если как бы не пригодятся куда-нибудь там для каворкинга или чего-то ещё, всегда можно продать на Авито за 2000 рублей. Здесь есть... Моя информация про 2000 рублей никому не интересна. Что? Что ещё раз? Продаж на Авито за 2000 рублей. Если вдруг... Нет, я не продам. Это же... Это бесценно. Бесценно, конечно. Это больше денег. С барельефом ещё на ножке. Очень красиво. Спасибо. Классная у вас вот эта история с подарками. Бумеранг добра. Подкаст «Больше денег» записан в студии «Сделай громче» созданный при поддержке фонда президентских грантов. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты и смотрите видеоверсию на YouTube-канале «Время героев», а также на YouTube. Елена, спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили. До встречи. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»